Всех приветствую себя на канале. Давайте сегодня посмотрим второй прогноз для весов на апрель 2024 года. Что ожидает весов в апреле 2024 года? Основной фон месяца, работа, карьера, финансы, имущества, личная жизнь. Что происходит рядом с вами? Подсказка, вот где нормально. Настроение, карта мир. Открытость, это желание обновления, это понимание того, что какой-то этап в вашей жизни завершился. И вдохновение, вдохновение на что-то новое, да. Ну, я могу сказать, что у вас тоже весна уже наступила здесь. Желание узнать много нового в различных сферах, появление различных новых интересов. Желание, может быть, знакомства, общения, контактов с новыми людьми. Желание больше проявляться в свет. Других, посмотрите, себя показать. Вот здесь такое. Желание, да, желание вот выйти из четырех стен. Если вам это было ранее свойственно, да, особенно зимой, это тут желание вот открыться. Работа. Семерка Пентаклей. Ну, потихонечку, карпим над своим делом, стараемся. Может быть, несколько это все затянулось. Хочется, может быть, больше в развитии. Хочется, может быть, кому-то выйти из душного офиса. Может быть, даже если вдруг вам предложат командировку, если на вашей работе, ну, если это у вас, да, бывает по роду вашей деятельности, то, скорее всего, вы ей очень обрадуетесь. Это чтобы опять что-то куда-то выйти. Ну, как-то, вы знаете, с работой, в принципе, все в порядке. Пентаклилевая масть – это работа. Но я здесь не могу сказать, что рутина заедает. Но вот как-то затягивается уже этот один и тот же рабочий процесс, и вам чего-то хочется нового. По крайней мере, в пределах, да, вот ваших трудовых обязанностей сменить какой-то род деятельности. Ну, просто там закрыть одну папку, да, и начать открыть другую, чтобы хотя бы сменить, скажем так, ну, вот эту информацию, которая у вас в голове присутствует, да. То есть вы работали, например, с одним договором, вы его закрываете и начинаете там обрабатывать какие-то другие документы. Или вы, ну, вот, как я уже сказала, находились все время в помещении, особенно если вы это не любите, вот тогда вам может больше захотеться заняться каким-то разъездным, разъездной работой какой-то такой, да, вот. Или наоборот, может быть, кто-то устал постоянно ездить, мотаться, и это уже затянулось, да, вы уже хотите наоборот как-то вот, ну, что-то сменить. Ну, как-то вот здесь, я не могу сказать, что это плохая карта, особенно в сочетании с картой мира здесь не будет у нас плохих карт. Ну, это такое затянувшееся занятие, которое в перспективе уже может поднадоесть, да, чем-то, что-то захочется другое. Вот здесь вот в голове здесь такая шкатулка музыкальная играет, да, хочется, хочется чего-то нового. Опять. Все одно и то же, одно и то же, а в голове уже как-то вот что-то хочется. А может быть, знаете, это как кому-то... Это как вот в шесть часов вечера заканчивается рабочий день, и все, вскочили уже без пяти, шесть там, нога на пороге, да, за порогом, чтобы уйти в мир, пойти там гулять, пойти куда-то развлекаться, пойти общаться. То есть работа не приносит никаких-то негативных моментов, но это большее желание дышать свежим воздухом, да. Так, давайте посмотрим финансы. По финансам что-то тут. Не хватает денег на что-то. А знаете, почему не хватает? Потому что сразу хочется всего и вся. Очень много вас посетит идей. Для этого нужно будет много финансовых вложений, независимо от того, там, насколько масштабную деятельность или досуг, да, или вы затеяли, или какие-то хобби у вас появились. Но вам, грубо говоря, захочется это приобрести, надо это приобрести. Там, я не знаю, что, новую уточку, новые роликовые коньки, велосипед купить, новый спортивный костюм. Я не знаю, что там еще вас интересует. Нужны деньги опять там на какие-то увеселительные заведения. И на все сразу вам не хватит. И вы будете переживать из-за того, что просто у вас не хватит на все сразу. Вот здесь, именно в связке с картой мир, я здесь так буду рассматривать и трактовать эту ситуацию. Потому что, ну, если карту мир убрать, здесь, конечно, тоска, печаль. Если добавить карту мир, которая у нас здесь главенствует, то, конечно, это просто переживание о том, что не хватает на все и сразу. Но на что-то все-таки вам хватит. Поэтому постарайтесь как-то распределить вашу кучу идей. Например, может быть, вы найдете что-то, что не требует больших финансовых вложений. Вот этому тоже уделяйте. Может быть, здесь это и как совет. Не обязательно же на все тратить деньги. Ну, например, прогулка по парку. Ну, что максимум потребует от вас денег на проезд? Я думаю, это не такая большая сумма, да? Чтобы выйти куда-то, подышать свежим воздухом. Ну, карта мир об этом тоже говорит. Поэтому учитывайте тоже эти моменты. Ну, здесь вот по финансам все. Конечно, если будут появляться какие-то суммы дополнительные, хотя тройка мечей вряд ли на это указывают, но они у вас быстро будут улетать просто на вот здесь сколько? 8 рук и все сразу хочу. И на все сразу не хватает, да? Может, кто-то захочет также обновить ко весне гардероб, а хватает, например, либо на новые джинсы, но под них нужны новые кроссовки, а на них уже не хватает, да? Или если я куплю новые кроссовки, то, значит, к джинсам того фасона или там они не подойдут. Это вот такое, когда хочется все сразу. Вот так. Ладно, давайте смотреть личную жизнь. Рыцарь мечей. В сочетании с картой мир. О чем здесь это может говорить? Здесь, знаете, как много, может быть, новых знакомств, потому, как я уже сказала, это желание выходить в свет и общаться. Но вряд ли я здесь вижу завязывание романтических отношений, потому что, ну, я думаю, просто не будет соответствовать партнер вашим интересам. Какие-то такие быстрые, молниеносные какие-то знакомства, уходящие, приходящие люди, это вот все такое. Много у вас, скорее, знаете, будет стремление к каким-то другим сферам вашей жизни. Я вот как-то чувствуется, мне больше ваше личное увлечение, досуг, хобби, потому что, ну, какие-то люди, они какие-то мимолетные здесь будут на данном этапе вашей жизни проходить, встречаться и уходить, и вот как пришли, так и ушли. Здесь как-то они мимо вас проносятся, как вот этот рыцарь мечей. Я не вижу вот зацепки. Мир, стремительность какая-то, это много людей, которые вот вам встречаются. Ну, они встретился, ушел, встретил, встретилась. Ну, так вот, то есть я не вижу зацепки в новых отношениях, в паре. В паре могут быть, знаете, разногласия с партнером из-за того, что вы мало уделяете время, все по той же причине, потому что вы много увлечены своими делами и своими интересами. От этого партнер может обижаться. Но я думаю, здесь, наверное, все-таки не буду больше раскрывать. Здесь вот такое, очень много стремительности, подвижности, каких-то поездок, разъездок, разъездов. Поэтому вот так вот. Здесь как-то сумбурно так личная жизнь проходит. Не за что здесь зацепиться, потому что, опять же, склонность у вас больше к личным интересам. Да, со стороны вашего любимого человека или вашей любимой девушки, женщины, могут быть на это обиды. Поэтому имейте это в виду. Ну, по крайней мере, знаете, почему бы не взять ее с собой, приобщить ее к этим своим новым интересам, новым идеям. Вот тогда для вас это будет, здесь, я думаю, положительно. А если вы оставите партнера без внимания, тогда это будут уколы, обиды, претензии и все в этом роде. Ну, вот сейчас обратила внимание, что на этой карте есть и голубые просветы неба, поэтому есть возможность ситуацию изменить. Вот каким образом я вам уже сказала. Давайте посмотрим, что происходит рядом с вами. Карта Луна. Ну, давайте раскроем здесь. Ну, у меня такое чувство идет, что, чтобы с вами не происходило, мало это будет вас волновать. Хоть, знаете, как говорится, Гарена все синим пламенем. У вас все равно вас это не остановит. У вас здесь такая прям жажда жизни до всего, вплоть до всего, что бы ни происходило. Смотрите, старший родственник может за вас переживать. Это может быть отец, ну, или кто он старше у вас, старший брат. Ну, все-таки это, знаете, именно человек такой, прямо, ну, прямо старшего-старшего возраста. Где-то за 50. Ну, или относительно, если вам самому, например, столько. Ну, то есть, в зависимости от вашего возраста, человек более старшего у вас возраста и мужчина, который может за вас переживать. Переживать все может по той же причине, что вас вот несет во все стороны, и вы где-то там пропадаете. А вот человек может о вас переживать, заботиться. Ну, вот могут не нравиться ему какие-то ваши новые увлечения. Он может их осуждать и за это переживать. Беспокоиться. Может быть, вы поздно там домой приходите, если вы живете, да, если родители ваши живут с вами рядом, например, они это видят. Ну, или в любом случае, вот переживания старшего родственника за вас. Потому что непонятно, где вы, чем вы занимаетесь. Вот скрытое что-то здесь, да, такое. Так, что тут еще может быть? Ну, все-таки, да, показывает переживания какого-то человека, находящегося рядом с вами, потому что он вас мало знает. Может быть, потому что он вас давно не видел. Может быть, потому что хочет с вами увидеться, наконец-то, если, да, это, опять же, например, отец, кто там, дедушка. Так, старший брат, который вас давно не видел, а вы вот как-то все там где-то, где-то далеко и никак не проявляетесь. Давайте посмотрим совет. Если смотрит женщина, здесь она не может определиться со своими чувствами. Кто-то, как я уже сказала, не может выбрать партнера. Выбор есть, потому что есть знакомство. Может быть, выбор между двумя мужчинами для женщины. Для мужчины это выбор и принятие понимания, осознания, есть ли у вас реально чувства к этой женщине. Да, вот какой-то, который в вашем поле. Может быть, кто-то будет думать, стоит ли строить с ней отношения, стоит ли начинать, развивать, продолжать отношения с определенной женщиной. Для женщины это выбор между, скорее всего, между мужчинами. Но также может быть и выбор продолжения или развития отношений с определенным мужчиной. Здесь вот принятие решений в сердечных делах. Неопределенность какая-то. Все-таки, да, все-таки Ленорман нам говорит о том, что здесь мы смотрели, что как-то личная жизнь, она здесь проходит стороной для вас в этот период. Но все-таки это время определения с вашими чувствами к партнеру. Для мужчин еще также может быть ожидание того определиться, наконец, женщина к вам в своих чувствах, да, то есть примет ли она решение быть с вами. Ну, смотрите, здесь, значит, обоюдное принятие решений. У всех ситуация может быть разная. Как и вы можете принимать решение в отношении другого человека, быть с ним или не быть, так и ожидание от потенциального партнера, да, или нынешнего партнера о том, что примет ли он, наконец, он или она решение в отношении вас. Продолжать ли с вами эти отношения. Я думаю, что вы меня поняли. То есть идет какой-то здесь период определения, принятия решений именно в любовной сфере, в любовных чувствах, романтических. Да, поэтому здесь личная жизнь, как я говорю, здесь она как-то проходит у нас так закулисно, потому что не принято решение. То есть вы встретили женщину и вот решаете быть с ней или не быть, развивать эти отношения или не развивать, определяетесь. Либо женщина вроде встретила мужчину и вот она тоже определяется, будут ли отношения. То есть на выборе здесь кто-то стоит, поэтому здесь ничего такого нет. Ну, если вы в отношениях, это, конечно, опять понимаете, как эти чувства, отношения развивать дальше. То есть в любом случае принятие решений в любовной сфере. Пишите, как у вас это отыграется. Будет интересно ваши комментарии почитать. Если видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться, кто еще не подписан на YouTube, Telegram, Zen. Все ссылки есть в описании канала. И также, если вы думаете, что это видео будет кому-то интересно и полезно из ваших друзей и знакомых, обязательно делитесь им. И всем спасибо за просмотр, всем до свидания. Продолжение следует...